Обычно считалось раньше, что наша кровь с вами стерильна, ничего в ней нет. Я покажу здесь везде показанные паразиты, плавающие в нашей крови. На самом левом верхнем рисунке три светлые клеточки. Три светлые клеточки. И рядом с верхней точки тёмные. И рядом с верхней точки тёмные. Это золотистый стажелоко, который разрушает бранжи и концы клетки, которые наоборот у нас есть. Видите, эти золотистые клеточки. А что стафилоко? Уже разрушенная лейкость. А стафилоко, что его функции? Что он делает? А что он делает лейкостью? Сожирает. Он делает лейкостью. Лимфоцитис вместо второго клеточки. Видите? И эта золотистая клеточка ест лимфоцитис, вместо лимфоцитис, он должен его убить. Вместо второго клеточка была наоборот. Вот на верхнем слайде здесь есть. Это хламидия. Которую назвали чумой 21 века. Это чума. Видите, что болезнь в медиаевых. В медиаевых. Это убило много людей. Средневековая болезнь. Много людей отрели. Да. Это хламидия. Это хламидия. Которую назвали чумой 21 века. Это чума. Видите, что болезнь в медиаевых. И это хламидия. Это хламидия. Да. А это хламидия размножается внутри клетки, которая тоже иммунная. И вы видите, эта цель хламидии, она разделена в большую цель. Почему это происходит? Почему это происходит? Потому что иммунные плечи не успевают обучиться, нет недостаточной информации, что можно делать с той или иной инфекцией. Потому что иммунные плечи, они не имеют много времени для изучения, как бороться с врагами. Они не имеют много информации, как это делать.